Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, в день памяти святых праведных Бога Отцов и Акима и Анны, за богослужением Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок из Евангелия от Луки, глава 8, стихи с 16 по 21. Также, в преддверии праздника «Воздвижение Животворящего Креста» по уставу полагается читать отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 3, стихи с 13 по 17 и рядовое евангельское чтение от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь притчу сию, человек некий бедом овит, и же насади виноград, и оплотом огради его, и ископав ним точило, и создаст толп, и вдаст и делателям, и отыди. Игда же приближися время плодов, посла рабы своя к делателям приятие плоды его, и емши делателям рабы его, овага убабиша, овага же убиша, овага же каменем побиша. Паки посла и на рабы множайша первых, и сотвориша им такожи. Последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сына моего. Делателе же, видевши сына, реши в себе, сей есть наследник, приидите, убием его, и удержим достояние его. И емши его, изведоша вон из винограда, и убиша. Игда уба придет господин винограда, что сотворит делателям тем? Глаголуше ему, злых зле погубит их, и виноград придаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Глаголу им и Иисус. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь такую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. В виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградники, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодея всех придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат рассказанную Господом притчу о злых виноградарях. Эта притча была адресована в первую очередь первосвященникам и старейшинам народа. Святитель Иоанн Златоуст пишет. «Рассуди же, как велико было Божие попечение о них и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам. Обнес оградой, насадил виноградник и все прочее. Им оставил немногое, заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено. Но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога». Образы, описанные в притче, были знакомы для любого иудея того времени. Оградой виноградника обычно служила живая изградь истерновника, защищающая от зверей, которые могут опустошить и уничтожить виноградник и от воров. В каждом винограднике было точило и пресс, состоявший из двух корыт, вырубленных в куске скалы или сделанных из кирпичей. Один был расположен чуть выше другого и связан с нижним каналом. Виноград давили в верхнем корыте, и сок стекал в нижнее. Башня служила для двух целей. Во-первых, как наблюдательная сторожевая вышка для охраны от воров в пору созревания винограда, а также как жилье для работавших виноградники. В архиепископоверке Таушев поясняет, «Некоторый хозяин, под которым подразумевается Господь Бог, устроил виноградник, под которым нужно понимать Ветхозаветную Церковь. Обнес его оградой, под которым толкователи понимают закон Моисеев и вообще все учреждения, назначенные для того, чтобы предохранить избранный народ Божий иудеев от влияния язычества. Под виноградарами, разумеются, иудейские народные начальники и по преимуществу первосвященники – члены Синедриона. Господь вверил им всю полноту власти над еврейским народом, с тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления. Показали бы, что они воспитали народ так, как следовало, в духе закона Божия». Через некоторое время хозяин послал своих слуг, то есть пророков. Но виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Именно так поступили с посланниками Божиими начальники иудейского народа. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свою личную корысть и интересы. И потому жестоко избивали пророков Божиих, напоминавших им об их обязанностях. Когда же хозяин виноградника отправил к ним своего сына, то виноградари, увидев сына, сказали друг другу «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». Ефимий Зигабен замечает «Смотри, с какой обстоятельностью предсказывают будущее. Не убили его, как сына Божия, но убили, как наследника виноградника, то есть как царя израильского. Видя чудеса, которые он творил, и слыша его мудрое учение, они чувствовали, что это тот царь израильский, о котором возвещали пророки. Но побежденные и ослепленные завистью, они это забыли и вознамерились убить его и таким образом завладеть его наследством, то есть народом. А потому виноградник и был передан другим виноградарям, то есть апостолам и христианским учителям. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что виноградник Божий — это мы. И как виноградный сад должен приносить обильные плоды, так и от нас Господь ждет жизни, исполненной любви к Нему и стремление приносить добрые плоды христианства, исполняя волю Небесного Отца. Помогай нам в этом, Господь. Господи Божий мой, на Тяу-побах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok